Как известно, в рамках гуманитарной операции ЖУСАН на родину было возвращено 607 казахстанских граждан. Из них 37 мужчин, 157 женщин и 413 детей. Это включая 34 сироп, чьи родители были ликвидированы либо убиты в зоне боевых действий. Дети были в основном в возрасте 3-4 лет. И они как родились в момент боевых действий, они так и жили во время войны. И как такого детства у них и не было там, по сути. Был даже создан так называемый отряд, можно сказать, из детей. Их называли львы халифата. То есть это будущее халифата. Были такие случаи, когда и детей водили на казни. То есть казнили пленных. И прям показывали показательные примеры, делали на площади, где их убивали, отрезали голову. И все это дети видели. И когда я задалась вопросом, а зачем это надо было ребенку? Это чтобы привить им ненависть. Ненависть к тем, против кого они воевали. Был такой случай, когда мне ребенок рассказывал, что издевался над кошкой. Там у них была кошка. И они якобы представили, что это враг. И убивали кошку. Умирали дети от голода. Умирали, потому что не было еды. Либо отравились. Маленькие новорожденные дети сдувались над животы от того, что диарея была. И не могли спасти. Обезвоживание было. И вот многие женщины потеряли своих детей. Вернулись они только из-за того, что умерли от голода. Бывало такое, что женщина оставляла своих детей на целый день. А сама уходила собирать зерна. Ходила по соседям. Просила хотя бы горсочку муки, чтобы сделать лепешки своим детям. И когда одна репатриантка рассказывала, что было самое больное, когда ты приходишь домой. И на тебя смотрят голодные дети. И ты ничего не говоришь им. Ты ничего не можешь сделать. А они просят, говорят, мам, мы хотим кушать. Ты что не принесла? Я заставляла их спать. И они как голодные, как ложились из спали. Потом был такой случай тоже. Я не знаю, я, наверное, не забуду. Девочка-сирота. У нее родители погибли. Под обломками остались. Ее чудом она выжила. Но у нее нету на руках, пальчиков нету. Сама она, ребенок такая вот ко всем она тянулась. Ко всем. Я когда приходила, я всегда приносила ей сникерсы. Она побегала ко мне. Ее вот так обнимаешь. И вот эта война для нее, да, как будто вот, как будто так оно и должно было быть. Что она должна была такие пальчики потерять. Что для нее это нормально. Так берешь ее ручки, да. И она такая говорит, нету. Ну нету пальчика. Для нее как будто это нормально. Была такая девочка. До сих пор ее помню. До сих пор мы с ней поддерживаем. Сидеть, Хадиджа. Такая очень миленькая девочка, 12 лет. Такая веселая. Когда наши приехали в лагерь, она вот сирота, вместе с другой сиротой, подбежали и спросили, говорят, это вы из Казахстана? Это мы с вами поедем домой? Такая веселая, бойкая девочка. И так получилось, что она пошла в гости к соседке, там к родственникам. Первая девочка у них. И когда обратно приходит, уже разрушенный дом. Тела, ее мамы, ее отчима, ее братьев, родных сестер находились под завалом. И у нее прямо на глазах, с ее словом, как она говорит, прямо вытаскивали тела. Для меня, конечно, это было дико, слышать от ребенка такие вот рассказы. А для нее это было нормально. И она говорила, когда я шла к дому, где мне сказали, что под завалом остались мои родные, я, говорит, перешагивала через трупы, через живых, раненых людей. И никто никому не помогал. Жалко детей, которые по неволе стали свидетелями того, что они увидели, это вот война, разруха, когда рядом такие трупы. Тела террористов, тела своих близких, родных людей. Это, конечно, отпечаток. Сейчас мы стараемся не говорить о прошлом. Мы и не говорим о прошлом, мы говорим только о будущем, то, что сейчас происходит у них. Они делятся впечатлениями, делятся своими эмоциями. На первое время вообще звонили, благодарили, говорили, спасибо вам большое. Я говорила не мне спасибо, это спасибо всему Казахстану, что приняли такое решение, привести вас. Это надо благодарить весь Казахстан. Тех, которые непосредственно принимали участие в операции, и они прям с благодарностью выражали слова, прям радовались. Лично меня это никак не касается. Но если человек тянется, допустим, и если я вижу, что какой-то вклад, я могу им как бы внести в их социализацию, или если что-то, я, допустим, могу чем-то даже своим общением как-то им помочь, я только рада. Надо, чтобы они отошли от радикальной диалогии, чтобы они уже полностью... Хочу, чтобы они забыли прошлое. Прошлое вообще никогда не забудешь, говорят, да? Хотя бы они уже вспоминали, как бы вот говорят же, да, в нашей жизни эта книга. Чтобы просто они вот эту жизнь, в которой они были в Сирии, перериснули, и чтобы начались только у них светлые дни, светлые праздники. Для нее и для детей.